Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересный продукт, который имеет сложную историю восхождения в App Store. Игра получила название 1979 Revolution Black Friday, и начать необходимо с того, что это дебютный продукт американской компании Ink Stories. Эти ребята анонсировали свое творение еще два с половиной года назад, и на то время игра выглядела действительно круто. После разработчики стали активно собирать деньги, просили помощи на кикстартере, там им не удалось собрать необходимой суммы, но игра все равно вышла. Да так вышла, что аж на многих платформах, и да, теперь ты ее можешь скачать, но лучше не торопись и досмотри обзор до конца. Я ж все-таки не просто так старался. Как вы уже, наверное, поняли, изступление в игре 1979 Revolution Black Friday, речь пойдет далеко не об всеми любимых распродажах. Стартовый тизер дает представление о том, что перед нами что-то с офигительным, суперинтересным и нелинейным сюжетом. Да, в принципе, я с этим согласен, и вот что мы имеем по части сюжета. Действия игры переносят нас в Тегеран 1979 года, но сперва, с вашего позволения, небольшое историческое отступление. В 1941 году в Иране в ходе революции к власти пришел Мухаммед Резапих Леви. Идейными вдохновителями этой революции были западные силы, поэтому впоследствии вся отечественная нефть Ирана начала утекать куда-то за границу. Подобное положение дел не устраивало ни духовенство, ни интеллигенцию, ни низшие слои населения. Начались всяческие волнения, забастовки, демонстрации, которые с особой жестокостью подавлялись спецслужбой СОВАК. И все это длилось, как вы понимаете, до 1979 года, когда абсолютно все рабочие нефтяных компаний вышли на улицы. И тогда вот в стране начался абсолютный ад, который грозил государственным переворотом. Во всем этом бардаке и суматохе нам выпала честь сыграть за молодого фотографа, который фактически был силой втянут в революционные ряды. Да, начало выглядит действительно многообещающим, но в действительности, положа руку на сердце, как по части геймплея, так и по части графической реализации, игра является абсолютным га... Га... Ну, в общем, нехорошая эта игра. Да, я понимаю, вот так вот просто назвать игру говном, это как-то непрофессионально. Вам же подавая факты, доказательства, разоблачения. Хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему. Во-первых, в игре очень много диалогов, и само по себе это не является минусом. Во время этих диалогов у нас даже будет возможность принимать в них участие. Но ограничивается это тем, что мы что-то говорим, собеседники как-то на это реагируют, а поздний разговор возвращается в привычное русло. То есть наш выбор, по большому счёту, никак не влияет на развитие сюжета, и это капец как печально. Во-вторых, давайте поговорим о геймплее. Он здесь бесконечно увлекательный. На протяжении всей игры мы будем нажимать на квадратики, свайпать в разные стороны, зачем-то собирать предметы, а ещё настраивать фокус в момент фотосъёмки. Звучит невероятно захватывающе, не правда ли? То есть постановка игры реализована таким образом, что в ней нет ни единой сцены, которая бы тебя захватывала, заставляла переживать эмоции и вызывала в тебе хоть какой-то фидбэк. В-третьих, все эти динамические сцены с тапанем и свайпами так убого собраны, что я до сих пор не понял, как они работают. Но хочу вам сказать, что недостаточно просто провести пальцем по экрану, чтобы от чего-нибудь увернуться. Это нужно сделать каким-то особым магическим образом, и вот только тогда это сработает. И в-четвёртых, вся игра поделена на эпизоды, и то, что вы сейчас видели, это лишь первый эпизод, за который разработчики просят 379 рублей. В американском сегменте Steam и App Store игру абсолютно все боготворят, и я не думаю, что это совпадение. Но справедливости ради у первого эпизода всё-таки есть один плюс. На его прохождение у вас уйдёт не более полутора часа, и это потому плюс, потому что выдержать больше просто невозможно. Фух, вроде как всё бомбить перестало. Короче, на мой субъективный взгляд, игра абсолютный зашквар, который даже не получил русской локализации. И скачивать её я никому не рекомендую. И вот только что вы стали светилями того, как AppleInsider.ru сэкономили ваши 379 рублей. Поставьте за это лайк, поблагодарите в комментариях, и на связи был Бузов Роман, увидимся в следующих обзорах.